МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Педагог гимназии номер 2 Ксения Воронина победила на региональном этапе всероссийского конкурса Учитель Годы России 2021. 19 мая в нашей стране отмечают День пионерии. В преддверии этого праздника в Союзе Сияющие Звезды прошла традиционная церемония восхождения к высотам. 20 мая – Всемирный день травматолога. Как работают представители этой врачебной специальности в нашем городе? Далее расскажем обо всем подробно. Ученики Ксении Ворониной разбирают письменную часть ОГЭ и готовятся к итоговой контрольной работе. Письмо они уже написали дома, теперь проверяют работы своих соседей по нужным критериям, а затем разбирают ошибки и недочеты со своим преподавателем индивидуально. С выбором профессии Ксения Викторовна определилась не сразу. Где-то два года после окончания института я работала в IT и затем я решила, что мне хочется работать в образовании, делать что-то полезное. Пошла работать с учителем английского языка сначала в Нижнем Новгороде, в 13-й гимназии лингвистической, и затем переехала сюда и пришла на работу сюда. В общей сложности, получается, седьмой год я работаю учителем. В конце марта Ксения стала победителем городского этапа «Учитель года-2021». В мае девушка заняла первое место и в региональном этапе. Он проходил в два тура. На заочной нужно было предоставить методическую мастерскую и свой урок. В финал вышли пять нижегородских педагогов. Все конкурсанты вообще очень интересные, замечательные люди. Было здорово на них смотреть. Уровень подготовки, конечно, высокий. Все очень грамотные специалисты, все очень хорошо общались с аудиторией. И было здорово, интересно профессионально прирасти, наблюдая за своими коллегами. На очном региональном этапе конкурсанты проводили мастер-класс, в котором демонстрировали профессиональные навыки и участвовали в панельной дискуссии на тему «Школа как фронтир воспитания нового поколения научно-технологических лидеров». На вопрос о том, какой он учитель года, Ксения отвечает просто и лаконично. Я думаю, учитель года – это тот, кто учится постоянно сам. Для меня это безумно важно. Безумно важно не зачерстветь. Безумно важно смотреть открытыми глазами на этот мир и как можно больше узнавать, узнавать и много полезного опыта приобретать каждый день. Осенью Ксения Воронина будет представлять Нижний Новгород уже на заключительном этапе конкурса. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Александр Ковалдов много лет отдал медицине. Со школьной скамьи он мечтал стать доктором и помогать людям. Коренной саровчанин. Закончил Ивановский медицинский институт и вернулся в родной город. В начале своего профессионального пути Александр Викторович работал травматологом в поликлиниках. Был врачом-дежурантом. С 2014 года занимает пост заведующего вторым хирургическим отделением. У нас появились большие возможности помочь человеку. Что касается и травматологии, то есть мы сейчас активно оперируем. И получается так, что пациент побыстрее возвращается к своей обычной жизни. То есть даем возможность быстрее активизироваться. Во второе хирургическое отделение обращаются и дети, и взрослые. Александр Викторович и его коллеги делают в год до тысячи операций. С 2012 года в отделении произошла существенная модернизация оборудования. Травматологи могут делать малоинвазивные операции. Успешно справляются с тяжелыми случаями, в том числе и с переломами шейки бедра. Для пожилых этот травм очень серьезный. Тем не менее, наши врачи ставили на ноги и 90- и 100-летних пациентов. У нас есть электронный преобразователь рентгеновский, который нам помогает в операционной, контролируя все наши операции. Есть артероскопическая стойка, которая позволяет малоинвазивно лечить коленный сустав. Ну вот как бы это самое силовое оборудование. То есть у нас сейчас большие возможности. Мы выполняем ортопедические операции. Это эндопротезирование тазобедренного сустава. Вопреки распространенному мнению, для травматологов нет горячей поры. Травмы люди получают и зимой, подскальзываясь на скользких тротуарах, и летом. Нередки несчастные случаи на производстве и повреждения в ДТП. Александр Викторович отмечает, что за последние несколько лет выросло количество детских травм. Причем зачастую они очень серьезные. Связывает это с появлением новомодных детских развлечений. Круглые сутки врачи, медсестры и младший медицинский персонал борются за здоровье и благополучие каждого пациента. Свой профессиональный праздник специалисты встречают на работе. Всех поздравляю от души, желаю здоровья, счастья, семейного благополучия и удачи. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. А мусор и ныне там. О свалках в садоводческом товариществе «Красная звезда» редакция канала «16» говорит не первый год. Постепенно, но мусорные кучи все же таяли и исчезали после обращения недовольных садоводов. А вот свалка у четвертого проезда растет день ото дня. Каждый день я езжу мимо этой свалки, которая не вывозится уже, ну, на моей памяти с зимы это точно. По осени что-то, кажется, пытались собрать в кучу, но вывезти до конца не вывезли. И уже середина мая, сезон начался, мусора прибавляется и прибавляется. Контейнеры здесь убрали еще два года назад. Потом появилась площадка для них. Но сами мусорные баки сюда больше не вернули. Попытка связаться с председателем садоводческого товарищества не увенчалась успехом. Его телефон не отвечал, а потому мы отправились на его рабочее место. На том конце провода так никто и не ответил. В эту ситуацию вмешалась администрация. 18 мая прошло собрание, на котором вопрос с вывозом мусора решали департамент городского хозяйства и региональный оператор. Об итогах совещания и решений ситуации с мусорным коллапсом в садоводческом товариществе мы расскажем в следующем репортаже. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Организовывать коллективные творческие дела и игры, барабанить, разучивать новые песни, знакомиться с пионерской символикой, отрабатывать чеканный шаг в знаменной группе – это лишь малая часть работы, которую проделали ученики школы пионерских профессий. Самым активным ребятам, которые успешно закончили обучение в этом году, в торжественной обстановке вручили сертификаты и патенты. Массовые мероприятия для нас – это уже традиция. К сожалению, за прошлый год никаких массовых мероприятий не было. И сейчас появилась такая возможность, когда немного пошли по послаблению, и все-таки мы сможем все встретиться хотя бы в актовом зале Дворца детского творчества и наградить самых активных ребят. Школа пионерских профессий подразумевает личностный рост каждого ребенка. Сегодня он пришел обучаться навыкам новой для себя профессии, завтра станет правой рукой в ведении станции, а позже уже и сам будет инструктором и с легкостью будет обучать других ребят. Звание инструктора на самом деле очень почетное звание, которому стремится каждый ребенок, но не каждому удается получить такое звание. Для этого он должен получить сертификат минимум по двум профессиям и иметь в наличии как минимум один патент. А также у него в портфолио должна быть организация не только общешкольных мероприятий, а также и городских мероприятий. Для ученицы третьего лицея Ульяны Скородумовой – это не первое восхождение к звездам. Девушка несколько лет состоит в пионерской дружине «Космическое» имени Титова. И за это время, по ее словам, получила неоценимый опыт, который помог подготовиться к участию в престижном конкурсе «Лидер 21 века». Это очень важный конкурс, он дает старт начинающим активистам и также очень хорошо продвигает уже ребят с опытом. В своей творческой визитке я постараюсь отразить себя, раскрыться жюри, но я считаю, что именно в этом конкурсе главное – качественно себя презентовать, нежели чем заработать первое место. Финал регионального конкурса «Лидер 21 века» состоится 20 мая в Нижнем Новгороде. Более сотни велосипедистов попадают под колеса автомобилей в России каждый день. А с наступлением лета эта цифра увеличивается почти вдвое. Чтобы избежать подобных ДТП, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Береги велосипедиста». Зачастую лица, которые управляют данными транспортными средствами, являются дети, либо несовершеннолетние, которые еще недостаточно знают и обладают навыками вождениями транспортных средств, недостаточно знают о мобильности передвижения, об опасности дорожного движения. Будем профилактические беседы проводить с данными участниками дорожного движения, ну и выявлять нарушения своих сторон. Сотрудники ГАИ будут рассказывать владельцам двухколесного транспорта, как правильно вести себя на дороге, где и как нужно переходить дорогу. Также полицейские будут инструктировать водителей автомобилей, чтобы те были предельно внимательны на дорогах. На дорогах все больше с каждым днем становится велосипедистов, для того, чтобы они были готовы к их появлению и соблюдали правила дорожного движения с целью сохранения жизни и здоровья наших граждан. На дорогах нашего города этой весной произошло два ДТП с участием велосипедистов. На перекрестке Зерново-Садово ребенок переезжал пешеходный переход на велосипеде. Его сбил автомобиль. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. В четверг на прошлом деле у нас было зарегистрировано еще одно дорожное транспортное происшествие уже с участием участника дорожного движения, который управлял средством индивидуальной мобильности, электрическим самокатом. ДТП произошло чисто по его вине из-за того, что он в нарушении всех требований правил дорожного движения на дороге с сонсородним движением, двигался против движения при наличии тротуара, что и привело к такому печальному исходу. Стражи порядка рекомендуют родителям провести профилактическую беседу с детьми на тему правил дорожного движения. Такие акции сотрудники ГАИ планируют проводить еженедельно. Как не допустить огонь в квартиру? Чем опасны игры с пламенем? Какие они? Настоящие огнеборцы. На эти вопросы ответили участники традиционного конкурса «Что я знаю о пожарной безопасности». Владислав Глазков участвовал в конкурсе впервые и стал победителем сразу в двух номинациях «Лучший агитационный ролик» и «Человек доброй воли». Я думаю, это правильный конкурс, потому что люди обязаны знать, как хранить природу и свою жизнь. Номинации конкурса позволили проявить свои творческие способности всем желающим. В рисунках, аппликациях и видеороликах ребята отразили тему предупреждения пожаров и шалости детей с огнем, профессиональной деятельности пожарных и спасателей. В этом году было представлено 195 работ. Таким номинациям, как художественно-изобразительное и техническое творчество, это прикладное творчество, также «Лучший агитационный ролик» и «Человек доброй воли». В этой номинации были представлены различные стихотворения и очерки собственного сочинения. Основная задача конкурса – пропаганда среди учащихся школ, города и воспитанников дошкольных учреждений – знания в области пожарной безопасности, формирование у ребят умений и навыков поведения в случае возникновения различных ситуаций, а также повышение имиджа профессии пожарного и спасателя. Сейчас вот в таком уровне, в таком возрасте они запомнят, как правильно действовать, как правильно себя вести при пожаре, в быту, на улице. Они и дальше будут нести по жизни этот опыт, который они сейчас приобрели. Работу победителей представит Саров на областном этапе Всероссийского конкурса пожарной безопасности. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В этой маленькой комнате за старшим абонементом библиотеки Мини Пушкина хранятся настоящие сокровища. Это литературный мир Александра Сергеевича. Сюда попадают редкие издания произведений великого поэта, сувениры, которые библиотекарь привозит из пушкинских мест, Гатчинского района, Санкт-Петербурга, Михайловского, Болдина, генеалогическое древо его семьи. Коллекцию мини-музея пополняют не только сотрудники. Большой вклад в создание экспозиции вносят читатели и друзья библиотеки. Например, рукодельница Светлана Кошкина по просьбе библиотекарей связала куклу поэта. Мы, конечно, очень рады, что у нас есть такой Пушкин, несерьезный, конечно, смешной, но мы его очень часто, он разбавляет, вносит нотку какую-то, изюминку в наше мероприятие, и мы часто его используем. Он нас гастролирует, не только здесь живет, но и в библиотеке, и даже на телевидении мы иногда его берем. Настоящая жемчужина музея – выставка книжной миниатюры. Это тоже подарок друга библиографа Славы Матлиной. Также в экспозиции открытки с видами пушкинских мест России – пейзажи Дмитрия Белюкина. Есть целый стеллаж, посвященный Нижегородской земле. Первый раз Пушкин посетил Нижегородчину перед женитьбой. Эти места болдинские послужили для Пушкина источником вдохновения, и мы знаем, что еще два раза Пушкин после этого возвращался в эти нижегородские земли, для того, чтобы искать вдохновение и написать какие-то свои новые произведения. Выставка не имеет возрастных ограничений. Сюда приводят и детсадовцев, и школьников. Для каждого возраста своя программа. Старшеклассникам рассказывают, как Александр Сергеевич изменил русский язык. Малышей погружают в мир его волшебных сказок. Взрослые тоже с удовольствием посещают литературный мир Пушкина. Взрослые обычно очень интересуются родословным древом семьи Пушкиных. Почему Пушкин, где Пушкин, в каких моментах породнились, например, с царями. Очень интересная история детей Александра Сергеевича Пушкина. Их судьба очень интересует. Поэтому, конечно, у нас есть такие редкие книги, как «Тысячелетнее древо Пушкина». Уже 14 лет детская библиотека носит имя великого поэта и отмечает все значимые даты, связанные с Пушкином. Например, каждый год 6 июня библиотеки проходит празднование дня рождения Александра Сергеевича. Этот год не станет исключением. Библиотекари уже готовят новую программу, придумывают игры, ребусы и викторины по стихам и сказкам великого поэта. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Проект музейно-выставочного комплекса «Панорама» воспитанницы детской школы искусств Дарья Токтарова создавала, вдохновившись работами, известного иранского архитектора Захи Хадид. Получилось многофункциональное здание, в котором все пространства объединены переходами, а на его крыше прогулочная терраса. Самое интересное, что эта работа уже участвовала в конкурсе «Зодчество», и там была тоже отмечена, и это доказывает, что работа действительно получилась. «Панорама» заняла второе место на международном конкурсе «Взгляд в будущее». Его участники в своих работах пытались перешагнуть порог настоящего и нарисовать воображаемый мир. В конкурсе участвовали и другие воспитанники архитектурного отделения ДШИ. И хотя призовых мест они не заняли, не расстраиваются, потому что знают, главные победы у них еще впереди. Многие мечтают связать свою жизнь с творчеством. «Я еще пока что думаю, но есть планы поступать на архитектора». «Я планировала поступать на какие-нибудь компьютерные технологии в дизайне, соответственно. Это веб-дизайн, какие-нибудь проектирования игр и мультимедиа». Воспитанники архитектурного отделения постигают на занятиях азы изобразительного искусства и черчения. Изучают различные архитектурные стили от античного дебиотека. По словам педагога, на создание собственных проектов у детей уходит от трех дней до нескольких месяцев. Дипломные работы они готовят целый год. Участие в конкурсах дает детям стимул для развития. Полина Полшкова занимается в Дыши номер два семь лет. За это время девочка завоевала множество наград в различных конкурсах и фестивалях. С детства Полина мечтала заниматься музыкой и петь народные песни, поэтому выбрала фольклорное отделение. В самом начале для меня это было просто как увлечение, и это мне приносило огромное удовольствие. А уже впоследствии я поняла, что без этого я не могу жить. Музыка – это стало моим смыслом жизни. В коллекции Полины уже более 50 наград, но больше всего она гордится дипломом из лагеря «Океан», который находится во Владивостоке. Оттуда девушка вернулась две недели назад. Попасть в детский лагерь Полине было непросто. Для этого она создала портфолио, написала эссе на тему «Я – одаренный человек» и отправила все на суд жюри. Я горела очень сильно этой идеей, и меня отобрали. Я вкладывала очень много усилий, чтобы туда попасть. Я слышала о этом месте, была наслышана, что мои знакомые туда ездили, и моя мечта отвершилась, и я туда, собственно, попала. Полина принимала участие в различных мастер-классах, научилась ораторскому мастерству, пообщалась с космонавтом Сергеем Рязанским, увидела группу интонации и певицу Анецай. Мне это стало очень интересно, потому что там все-таки другие навыки рассматривались, не мои творческие какие-то вокалы или что-то такое, а более такие коммуникативные. Это принесло мне огромный опыт, и мне очень понравилось. В дальнейшем Полина планирует поступать в музыкальный колледж и продолжить заниматься вокалом. По словам девочки, это ее призвание. Педагог Полина Ирина Оськина отмечает, что у подопечной большой талант. В течение семи лет Полина проявляла себя как дисциплинированная девочка, увлеченная, очень ответственная. И вот в какой-то момент она посмотрела внутрь себя, как она определяет свое будущее. В конце этой недели «Дыши номер два» приглашает всех желающих на отчетный концерт образцового коллектива народной песни «Горница». Со сцены прозвучат лучшие песни ансамбля. В очном и дистанционном формате конкурса «Звонки и голоса» принимали участие 85 коллективов. Младший хор детской музыкальной школы «Копель» стал одним из двух победителей очного этапа и первым в рейтинговом списке. Очень было волнительно нам выступать, потому что целый год, даже больше года мы не выступали вживую. Но и такое счастье было видеть живые глаза интересной и добродушной публики. На конкурсе требовалось исполнить две песни, одна из которых – нижегородского композитора, потому что «Звонки и голоса» в этом году был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. Мы выбрали русскую народную песню «Как пойду на Борструю речку» в обработке Льва Сивухина. Ну и второе по выбору – это наше яркое такое произведение Сергея Пельшака «Жадный гусь». Там красиво, ребята очень добрые из других хоров. В репертуаре коллектива классические, народные, джазовые произведения, композиции современных авторов. Каждая песня хора – костюмированный мини-спектакль с элементами реквизита. Хор, вот уже четыре года, это просто достояние вот этой школы. Это изюминка, это звездочка, которой мы все гордимся и на уровне школы, и на уровне уже города, и даже области. Хор «Копель» неоднократно становился победителем и призером престижных конкурсов. Однако главное, по мнению педагога, это не дипломы, а радость совместного творчества. Молитва, твой мир повторюет, снова небо знаю. Конкурс на крыльях таланта собрал в Казани исполнителей со всей России. Саровчанка Марина Рыжова для участия в нем выбрала две песни – «Балладу о красках» и «Молитву Марии Шерифович». Вокалом девочка занимается 9 лет. У меня в репертуаре очень большое количество патриотических песен, потому что, опять-таки, они очень сильные и подходят для конкурсов. И также мне самой нравится их исполнять. Также есть более эстрадные песни на французском, на английском, на русском. Вот сейчас я учу песню на чешском. На конкурсе Марина заняла первое место в номинации «Эстрадный вокал». Педагог-победительница Анжелика Ермакова считает, что все дети талантливы, если уметь находить к ним подход. При выборе репертуара она всегда учитывает мнение ребенка и его индивидуальность. В нашей работе самое главное, чтобы ребенок получал удовольствие от того, что он исполняет. И хотя в дальнейшем Марина хочет связать жизнь с точными науками, пение остается для нее любимым занятием. Все родные, с кем живете, даже дядя или тёси, непременно вам друзья. Вместе вы одна семья. Ватные диски, цветная бумага, ножницы, клей и немного фантазии. Гости игровой комнаты молодежного центра в преддверии Дня семьи мастерили птиц, которые по легендам приносят детей. Такие мероприятия помогут укрепить семейные отношения, а также развить творческие способности ребенка, считают организаторы мастерской. В совместной деятельности дети и родители изготавливают работу в технике аппликации. Главными персонажами которой является семья Аистов. Ведь именно эта птица является символом семейного благополучия, любви к детям, почтения к родителям, начала новой жизни. Шесть семей города решили принять участие в мастер-классе. Анна Катыкова пришла сюда с мужем и сыновьями. Никита работал над аппликацией вместе с папой, а мама помогала маленькому Артему. Ему всего полтора года. Для малышей также приготовили загадки о семье и самый важный вопрос, который задали каждому, звучал так. Что такое семья? Все ответили на него по-своему. За оживленной беседой время пролетело незаметно. И вот гордые белые птицы уже появились на полотнах и работа мастерской подошла к концу. Сегодня я на мастер-классе делала такого аиста. Был немножко флор, но мы с папой его сделали. Ко дню семьи для саровчан также приготовили квест за крома родных промыслов. Его провели на пруду Боровом. Весенние ласточки – первое мероприятие, которое провела спортивная школа после годового перерыва. Гимнастки соревновались в групповых упражнениях и в личном первенстве. Возраст участниц – от 5 до 16 лет. В состав жюри открытого первенства входили тренеры из Нижнего Новгорода Арзамаса и Сарова. У нас девочки разделены на большее количество категорий, чтобы больше было награжденных, больше было смех и радости и меньше слез. Из-за пандемических ограничений зрителей на трибунах было немного. Болельщики приходили строго по графику. Елена решила поддержать дочку друзей из Нижнего Новгорода, которая не первый раз участвует в весенних ласточках. Труд вкладывается такой, и это ежедневная борьба с собственными неудачами, поэтому мы болеем за каждого ребенка. Эти соревнования важны для юных спортсменок. Гимнастки оттачивают на них мастерство, учатся не бояться зрителей и выступать на турнирах более высокого ранга. У меня стала лучшая растяжка, гибкость. У меня получаются многие сложные мастерства, риски. Мне это становится легче делать, и я думаю, что я добьюсь очень много всего. Я хочу очень сильно сейчас дойти до мастера спорта. Участница соревнований Вероника Банова занимается гимнастикой 7 лет и планирует связать судьбу с профессиональным спортом. Пока хочу работать с дальнейшим тренером и помогаю сейчас тренеру с маленькими девочками их разминать, выпускать. В финале соревнований наградили победителей и вручили разрядные книжки юным спортсменкам. В очередной раз саровские авиамоделисты продемонстрировали высокий уровень мастерства в управлении кордовыми моделями самолетов. В этот раз соревнования прошли на территории кордодрома Смоленского авиационно-спортивного клуба «Полет». Воспитанники станции юных техников долго готовились к этим соревнованиям. Ребята совершенствовали техническое оснащение своих моделей и проводили тестовые полеты, чтобы проработать все ошибки и показать лучший результат. Мы очень упорно готовились к соревнованиям. Каждый день выходили сюда на кордодром, каждый день проверяли самолеты. Сложность соревнований заключалась в эмоциональном репертуаре, потому что очень сложно, когда на тебя смотрят. Очень высокий уровень, тоже сложно. Но еще другие скорости, другие люди вообще, которых ты даже не знаешь. Участникам состязаний давалось три попытки. По условиям соревнований авиамодель должна была пролететь один километр или девять кругов. Оценивались также скорость и технические характеристики моделей. Бороться ребятам пришлось не только с соперниками, но и с погодными условиями. Было очень холодно, самолеты еле заводились. И после чего примерно на втором туре у нас разбили еще один самолет. Получилось так, что один под другой залетел. Тот спасли, а вот наш разбили. Для воспитанника станции юных техников Егора Суслова это были не первые соревнования высокого уровня. По словам юноши, подготовка и участие во всероссийских соревнованиях не вызвали у него сложностей. Сейчас Егор работает на техническом оснащении своей авиамодели и планирует получить новый спортивный разряд. На ней я пролетел со скоростью 279,8 км в час. На нем стоит спортивный двигатель. И я планирую на нем пролететь на мастера спорта. Призеры и победители соревнований получили грамоты и памятные призы. Лучшие спортсмены представятся ровно на этапе Кубка мира. Настольный теннис это игра больших скоростей, железной выдержки и мгновенной реакции. Для Егора Селиндяева теннис больше, чем просто увлечение. На каждой тренировке он усердно отрабатывает сложные подачи и оттачивает технику, чтобы показать лучший результат на соревнованиях. В будущем Егор планирует заниматься настольным теннисом на профессиональном уровне и попасть в сборную. Когда я начал впервые набивать ракетки, ну на ракетный мячик, то мне сразу увлеклось. То есть мне было интересно, как играют вообще в настольном теннисе. Как они там больше ведут, ну, как они ведут подачи, двигаются и больше всего набирают очки и рейтинги. В этот раз турнир по настольному теннису проходил в формате парной игры, которая привлекательна своей сложностью и эмоциональностью. Правильный выбор партнера – залог успеха партии. Каждый игрок старается уменьшить число сложных моментов для напарника и создать ему максимально удобные условия для атаки. Это традиционный турнир, мы его проводим ежегодно. И сегодня вот у нас соревнования. Ребята играют в паре, то есть это как командное соревнование. Каждая пара поочередно отбивает мяч и команда, которая набирает наиболее количество очков, становится победителем. Для юных спортсменов такой формат турнира – возможность проверить силы и научиться работать в команде. Играя со старшими товарищами, ребята осваивают тактическое мастерство, узнают новые приемы и приобретают соревновательный опыт. На тренировках мы изучаем много разных подач и приемов. Мы очень часто ездим на соревнования, и я занимаю первые места. Игры у меня сложности не вызывают, я пытаюсь добиться лучшего результата. В летний период ребята продолжат тренироваться на базе спортивного отряда «Летние дачи». Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Арсений Кайдаш занимается футболом уже третий год. Мальчик играет за команду детского сада номер два. Подготовку к турниру ребята начали еще месяц назад. Со своим тренером они занимались два раза в неделю, в понедельник и среду. И результат не заставил себя долго ждать. Команда вышла в золотой финал Кубка. Ну, вот старались. Вот я четыре гола забил. Ну, неплохо играли. Максим там тащил. Артем хорошо в защите стоял. Леша тоже на падении в защите стоял. А Егор, ну, тоже хорошо в защите стоял. Детский сад номер два участвует в турнире не первый год. В 2019 году они заняли третье место. А вратаря команды признали лучшим на этом соревновании. Страсти накалялись во время турнира не только на паркете. За малышей болели их родители и наставники. На данный момент мы выиграли две игры. У нас еще впереди много игр. Надеюсь, что мы также войдем в число призеров. Всем желаю, чтобы все поучаствовали, получили удовольствие от этих игр. И заняли там призовые места. А детям, чтобы получили удовольствие и подарки, которых они так ждут. 20 мая состоялись финальные игры турнира. Победителем стала команда детского сада номер два. Она будет представлять наш город на следующем этапе соревнований, который также пройдет в одном из городов присутствия госкорпорации «Росатом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова